Музыка Он говорит, нет, Нюсь, надо написать, что ты на себя берешь поджог, а я на себя беру труп. Долго мы судились, но все равно ничего-то. Все, что бы я ни говорила, все, буду против, конечно, меня. Мне дали 17,5 лет и полторы года условно. Меня сделали вообще инициатором всего вот этого, что держаться, не плакать. Родилась я в Казахстане, в Талдукорганской области. У нас в семье трое. Старшая сестра, брат, младший есть, я средняя. Училась я там, ходила в садик, училась в школе. Там я закончила 4 класса, как мы приехали сюда, в Алтайский Крыль. Ой, да что, осталось мне сказать, что тяжелое детство. Как бы у меня отца родного нет, я воспитывалась с мамой. Ну, мама жила с отчимом. Ну, вот он маленький, нехороший такой человечек. Жестко обращался, грубо, да, ну, такой вот. Даже был один случай, мне, наверное, лет 14, наверное, было. Пришла я со школой. Ну, конечно, я получила два. И это была зима. Как бы снег накатался на валенке, ну, что на подошву. И очень-очень разозлился. Этим валенком, короче, пробил голову. Разозлился очень сильно, схватил ружье. У него было ружье, как бы, без лицензии, конечно. Ну, начал стрелять уже по дому, как бы. Выстрел был, конечно, я сидела на кровати, то, что читала книгу. И она у меня упала просто. Падает книжка и пролетает пуля мимо уха и в стену. Ну, сестра его ударила, он упал. Мы убежали. Такие моменты были. Я потом это все терпела, 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 но вышла замуж, конечно. Мне уже было без разницы, какой мужчина, где, что, как бы. Я с ним познакомилась с мужем. Поехала к подруге картошку копать. Вот просилась у родителей, уехала. Вечером мы сели на лавочку посидеть с ним. Идут два парня, один высокий такой, другой поменьше. Ну, я такая сижу и говорю, ну вот. Наверное, зал, может, пора, она сидит сверст. Я говорю, ну, вот за вот этого вот, который пониже. Ну, вот. И в этот же вечер мы начали жить. И 17,5 лет мы с ним прожили, пятеро детей у нас с ним. Да, завели хозяйство. Я родила потом дочку старшую, Ксюшу. Она у меня 3550 такая первая родилась, крупненькая. Остальные крупнее. Ну что, жили хорошо. Один ребенок у меня не упрачный, как бы, нет мужа. И он, я ему об этом говорила неоднократно, что, как бы, твоя вина все равно, то уходишь, то приходишь, то... Ладно. А тут свекровка моя мама, любимая мама. Так, сделали ДНК. А я об этом вообще ничего не знала, как бы, все. А прихожу с работы, он мне показывает эту бумажечку. Это что такое? Я говорю, бумажка. Он мне говорит, это ДНК, что? Почему ребенок, например, не родной? Ну ладно. Тут мы начали ругаться, ругаться, ругаться. Вызывая такси, уезжаю. К родственникам. Все, все хорошо. Позвонила я, встречаю меня. Хорошо, она меня встретила. На шиле не там пил, 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 пил. У меня жесток. Что? Стресс? Типа, шок. Ну я с ними пиво выпила. Посидели, все было хорошо, нормально. А тут уже подельник разошелся, разошелся. Ну он, если честно, как бы употребляет этот наркотик и все вот такое. То ли он у кого, то ли что, я не знаю, честно. И начал на жену ругаться на Настю. Порезал ей нос, спину. Ну та кричит, забери его. Ну я, конечно, ее пожалела, там еще и дети, и все, бегают. Забрала его, мы вышли, она посмотрела в окно. Я говорю, мы в магазин сходим, купим продукты и придем. Пошли уже обратно. Приходим. Настя у нас не пускает, жена его, в дом. Что делать? Я-то не знаю, парналу. Он говорит, ну пойдем, говорит, с знакомым. А там как раз вот в магазин и напротив через дороги дом. А дом, получается, на четыре хозяева. В одном доме, в одной половинке живут, а в трех там ремонт сделали, там не жили. Нет, ну не жили люди. Туда заходим, поздоровались. А там Дима, Лена, двое они проживали. Гражданский тоже брат Антоли, тоже около 17 лет. Они вместе, детей у них нет. Познакомились, как бы они, как я поняла, с моим подельником, родственником. Знакомы около четырех лет. Ой, Господи. Ну я давай там, зажгли телефоны, свечки. Из картошки делали там. Это было очень, конечно, я такое не видела, но увидела. И начали, с которым мы спирт купили, начали его выпивать, употреблять. Поначалу было все хорошо, нормально. Потом этот парень, который погиб в гимн. Он говорит, ну они как бы у них там между собой что-то такое, зачем ты с моей женой спал. Ну такое-то у них началось из-за этого все. Они начали драться в зале. Вышла из туалета, Дима уже там лежит. На полу и говорит, что? И он как бы сидит рядом, как бы бегодится его кулаком, короче, бьет. Ну вот так смотрю и думаю, ты что делаешь, прекращай. Ну оттолкнула его, подбежала. Говорю, Дима, Дима, ты что? Ну вижу лицо как бы в крови, Лена, вот эта вот девушка потерпевшая, которая на диване сидит тоже вся в крови. Мне так страшно. По сути, мне было правда страшно. Я думаю, ну давай его, это Вадиму, требушить. Я говорю, как бы пошевели рукой, там, ногой. Ну какой-то что? Что вообще происходит, вы что? А до этого, пока я была в туалете, подельник пробегал на кухню и обратно. Ну ладно, думаю. А оказывается, потом-то выяснилось, что это был ножичек, но он был небольшой. Вот такие вот маленькие ножи. Просто нанес, но это было не смертельно. Жил бы. Я Дима, Дима. И что-то, как бы как света же у них там нету. И вот это освещение непонятное. Я голову-то поворачиваю, а там лежала подушка на углу. Прям видно было, как у головы горел. А подушка на углу лежала. И вот это все, ну он ее поджег, начало вот это гореть. Я повернулась, затушила. У меня спидни длинные были такие. Я их затушила, подушку эту затушила. Все, у меня истерика. Я схватаю, я курю, две сигареты беру и на улицу выбегаю. И там, как бы, я сижу, курю, у меня стресс. Но я просто не понимала вообще, что происходит. Я побежала в дом, я к ручке. Выходит подельник Евгений. И говорит, надо уходить. Сейчас милиция приедет. Я смотрю, дым, прям дым валится. Я говорю, ты что, опять? Ну, поджигаешь? Я туда в дом, как бы, пыталась туда пройти. Начали падать вот эти вот. А, дом деревянный. Угольки у меня даже на курточке было прожжено, вот тут чуть-чуть. Начинаю проникать вот в дом с этим мужчиной. Он мне все, уже так, вот, куртку хватает. Не ходи, уже начинает, как бы, дерево падать. Вот эти вот балочки, или как их правильно называют. Все, мы остаемся на улице, все это. Кто-то выбивает окно, это, естественно, пожар начинается. Еще сильнее. Ну, в итоге, что? Девушка эта, Лена, вышла. Ну, она живая, только все в планке. А вот парень нет. Он угорел от угарного газа. Подходит подельник. Сзади народу уже много-много было. Он подходит, говорит, уходим. Сейчас приедет милиция. Просто пошла за ним машинально просто. Подошел подельник к камазисту. Сели мы к этому камазисту. Он спросил у него, там, пиво сходил, взял, сидел, пил. Ну, естественно, у меня не до этого было, я сидела. И тот водитель говорит, можно я посплю? Ну, эта девочка говорит, хорошая, я смотрю. Надеюсь, ничего не возьмете. Я говорю, ну, конечно, мы живете. Он там ради какие-то, ну, сцеления или спальни, не знаю. Он туда лег, а подельник рядом. Облокотился, говорит, я тоже посплю, ты никуда не уходи. Сиди, никуда не уходи. Я говорю, а зачем, надо рассказать все? Он говорит, нет, надо так, надо так. Вот я его слушала, слушала, дурочка. Ну, как бы, ладно. Они уснули оба. Я сижу, ну, вот это все равно мысли-то нехорошо. Ну, как? Даже видно было, я выходила даже когда с камаза, видно было дым, вот этот огонь, он видно, недалеко. Думаю, господи, как? Меня задержали, они спросили, где твой подельник, Женя. Ну, я объяснила, конечно, естественно, как все было. Я говорю, да, у нас для Григорьевича в Камазе. Ну, взяли его. А обратно нас уже на двух машин повезли. Потом уже в отдел нас отвезли. Подельник говорит, надо написать, что ты на себя берешь поджог, а я на себя беру труб. Мне дали 17,5 лет и 1,5 года условно. Подельнику дали 16,5 и 1,5 года условно. Детей у меня на днях забрали в детский дом, или под расписку, или как, я точно не могу сказать. Они сейчас в детском доме, но я знаю, что они сейчас в Камине Агин. Старшая дочь у меня в Барнауле, она учится на менеджере. Но она еще не в ЦАНИ, но уже в Санечке. Когда мне дали уже срок, ну, приговор, вот, уже зачитали на суде, что такой-такой срок, я еще даже не понимала. Я ехала сюда по этапу, приехала в СИЗО, как бы зашла в камеру свою, вот, и отбывала в Барнауле. И я, наверное, часа 4 не могла прийти в себя. Как бы я не понимала, я даже могла там попить чай, покурить, посмеяться. Понимаете, вот, как это, не знаю, истерическое было все. Ночью, вот, легла ночью спать и представила 17,5 лет. И сколько им будет лет, моим детям. И вообще вот это вот все. И тогда у меня был стресс, прям срыв был офигенный. Я прям в подушку кричала. Я ими здесь и живу. Если честно, если бы не дети, я бы не знаю, 17 лет сроку. И тяжело, правда. Вот они меня спасают, что они меня поддерживают. Будет, мама, мы тебя любим. Это рука у самого маленького Максимки. Она очень самая маленькая. Но сейчас она уже, наверное, побольше. Вот они. Это Димина. Это, наверное, Давидкина. Это лучше. Они приезжают на длительные свидания. Здесь есть длительные свидания. Ну, здесь все условия есть, чтобы встречаться с длительными. Шью обувь. Сапожной мастерской в административном здании. Лучше работать, чем сидеть со своими вот этими. Она отвлекает. И время быстро идет. Я не могу здесь. Ну, честно, я не могу здесь ни с одной девочкой вот так вот чисто подружиться, чтобы она всегда была рядом, что-то ей рассказать. С ними порой начинаешь разговаривать, даже хочется поговорить о своих детях. Ну, есть такие моменты, правда, вспомнить, как ребенок сделал первые шаги, там, первые звуки. Ну, такое вот детство, как вспомнить своих деток. И начинаешь, как-то, с этой девочкой разговаривать. Ну, вот, понимаешь, у меня вот старшая дочка там пошла во столько-то, во столько-то там, как она ходила, ползала назад, как рак. Ну, вот это вот все. Она сидит и говорит, ой, все, хватит. Я говорю, ну, что хватит? Послушай меня, мне же интересно, как бы, тебе рассказать. Мне хочется поделиться с тобой. Нет, а ты знаешь, у меня вот парень был, у нее совсем другие мысли. Мечтаю домой попасть скорее. Что я могу мечтать? Быть рядом со своими детьми. Все, что упустила, конечно, за вот эти годы, все, что упущено, наверное, верстать. Они же сейчас одни, им как бы тяжело. Даже вот у девчонок переходный возраст, у пацанат уже, вот, мудовитки. Такой возраст, что надо быть рядом. У меня нет. Надо беречь то, что имеешь, а когда потеряешь, достанешь. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!